Почитание народное и чудеса, которые происходят у мощей, подвижников веры и благочестия. И вот в почитании Блаженной Матроны мы видим огромное народное почитание. Люди из разных мест приходят, чтобы поклониться этой подвижнице веры и благочестия, и по вере получают просимое. И не скончаем поток православных верующих, которые идут к святым мощам Святой Блаженной Матроны Московской. Ежедневно в Московский Свято-Покровский монастырь, что на Таганке, приходят сотни людей, каждый со своими личными скорбями и проблемами. приходят к святым мощам маленькой хрупкой женщины, еще не так давно жившей среди нас, и тоже смиренно несущей по жизни свои скорби, болезни и невзгоды. Блаженная Старица, Матрона Дмитриевна Никонова или просто Матушка Матрона, Матронушка, Матрюша, как звали ее близкие люди, еще при жизни умела творить чудеса. Молитвой и святой водой она исцеляла болезни, духовным предвидением предостерегала от опасностей и бед. К ней шли за помощью в безнадежных, в безвыходных ситуациях. Она утешала, все будет хорошо, молилась и беда отступала. Благодаря своему особому, данному Богом дару, Матушка Матрона помогла очень многим людям. Ее почитали еще при жизни, а после смерти причислили к лику святых. Ежедневно возле раки с мощами святой Матроны совершается молибель. Затем люди подходят и преподают к ней, порою всего на несколько секунд, успевая лишь шепнуть матушке свою печаль. Уходят с надеждой, Матронушка поможет. И у скольких уже эти надежды сбылись. У меня с сыном была очень такая тяжелая история. Наркомания, это по-моему, все сейчас зависит молодежь наша от этой болезни. И поэтому вот я, слава Богу, слава Матронушке, что я постоянно хожу и она мне помогает. Сейчас нормально, у него семья, он работает. И мы не обращались ни в детоксы. Вот до этого было много разных лечебных заведений. Это была просто пустая трата времени и денег. Свидетельства о чудесах, совершенных Матушкой Матроной, в Покровском монастыре собирают в особый ящичек, куда вместе с пожертвованиями люди опускают записки с рассказами о Божьей помощи, которую получили они после молитв к святой старице. Обращаются к святой Матроне не только в больших бедах. Кто-то просит и о решении давно наболевших житейских проблем. И помощь приходит. Неожиданно удачный вариант обмена квартиры, возвращение потерянных документов, долгожданное повышение зарплаты. А у кого-то исчезла неизлечимая болезнь, восстановилась семья, осуществилась, казалось, совершенно неизбыточная мечта. Когда мы вот открывали кружку, где вот Божьяна Матронушка такая, где вот опускают все чудеса и пожертвования, мы прочитали вот там чудеса, такие вот одна женщина, мужчина, вот 20 лет, вот они жили, не могли никак, чтобы детей не было. И они вот как-то приехали, Божьяна Матронушку так просили, и во сне вот Матронушка явилась и сказала, говорит, будет у вас девочка. И они не могли поверить никак, или это правда, или неправда, или это как-то так вот получилось у них. И действительно у них родилась девочка, они назвали ее Мария. И когда они посмотрели кандаре, 22 ноября, когда Матронушка родилась, и у них девочка родилась 22 ноября. Блаженная Матрона, святая Московская. В Москве прошли долгие годы ее жизни, здесь творила она свои чудеса, в Московской церкви резоположения на Донской ее отпевали, а хоронили на Даниловском кладбище. Москвичи считают ее своей святой, хотя родилась Матушка Матрона в 1881 году, достаточно далеко от столицы. Примерно в 20 километрах от знаменитого Куликова поля, в Тульской губернии, есть небольшое и некогда ничем не приметное село Себино. Дома в нем до революции стояли в виде буквы П, и где-то в перекладине этой буквы была маленькая избушка семьи Никоновых. Сегодня многие в Себино считают, что это как раз и есть тот самый дом. Другие же склонны полагать, что он, к сожалению, не сохранился до наших дней, а стоял на месте вот этого сарая за моей спиной. Но и первые, и вторые сходятся в том, что хозяева дома, супруги Дмитрия и Наталья, жили очень бедно. Они с трудом могли прокормить троих детей. Когда же Господь послал им четвертого, они решили, что сразу после родов отдадут младенца в приют для детей и бедняков, который находился в соседнем селе. Казалось, судьба еще нерожденной Матронушки была предрешена. Но однажды ночью Наталья увидела вещи сон. К ней прилетела белая птица с человеческим лицом и села на правую руку. Глаза у птицы были закрыты. Вскоре на свет появилась девочка. Ее веки были плотно сомкнуты, как и у той белой птицы. Ребенок родился слепым. Вспомнив тот вещий сон, мать решила, что это был знак от Бога и навсегда оставила мысль о приюте. Девочку крестили прямо вот в этой самой купели в честь преподобной Матроны Константинопольской, греческой святой V века. Неожиданно во время крещения над купелью поднялся легкий благоухающий дым. А надо сказать, что таинство совершал очень опытный и уважаемый священник из соседнего села отец Василий, крестивший на своем веку огромное количество младенцев. Он был весьма поражен увиденным и сразу же предрек родителям, что их дочка наверняка станет большой божьей угодницей. О богоизбранности новорожденной можно было судить и еще по одному необычному обстоятельству. В постные дни, среду и пятницу, ребенок отказывался от материнской груди. Спит целыми днями и разбудить ее невозможно, жаловалась соседка мать. Благочестивые родители восприняли как особый знак и то, что дочь их как будто особым крещением крещена. На груди девочки была явно заметна выпуклость в виде креста. Дар прозорливости открылся у матрюшеньки, как ее звали домашней, довольно рано, лет в семь-восемь. Окружающие стали замечать, что все происходит именно так, как предсказывает девочка. Ей были открыты тайные мысли и чаяния людей. Заранее был известен исход любого дела, по ее молитве отступали болезни и невзгоды. Постепенно к Матроне в Себино стало приезжать очень много людей. Добирались порой издалека. Кто на телегах, кто пешком. Односельчане вспоминали, как однажды к дому Матроны 4 километра полз парализованный мужчина. В дом вполз, а обратно на ногах вышел. Матронушка помогла. Особенно много сил тратила Матрона на духовное исцеление бесноватых. К ней их привозили со всех окрестных сел. Матушка Матрона, вот прежде чем принять такое тяжело больного человека, как моя бабушка, она отказывалась от пищи, хотя она сама была еще ребенком. Она отказывалась от пищи, она не могла спать. Она все время пребывала в мольбе и в молитве. Потому что это укрепляло ее силы. И когда приезжала, уже знали, что в таком состоянии, когда она пребывала Матроной, что это кто-то очень с тяжелым, или с тяжелым пороком, или с болезнью с тяжелой. Единственной помощью в состоянии моей бабушки это было только посещение Матроны. Себинский храм Успения Божьей Матери стоял прямо напротив дома Никоновых. Эта церковь с детства для Матроны стала родной. Она приходила сюда так часто, что родители, потеряв из виды дочку, в первую очередь искали ее в храме. Обычно во время богослужения она становилась вот здесь, с левой стороны от двери, и всю службу отстаивала неподвижно, тихонько подпевая хору. Нередко малютку находили среди ночи в красном углу. Конечно, слепая девочка не могла видеть изображения на иконах, но она осторожно на ощупь снимала их, клала на стол и тихонько играла с ними в ночной тишине. Эта икона Пресвятой Богородицы, взыскание погибших, когда-то была написана по заказу Матроны специально для Себинского храма. Этот образ прославился впоследствии многими чудесами и стал местной святыней. До последнего времени икона так и хранилась в Себино. Недавно сельские храмы обокрали, но чудотворный образ, к счастью, сохранился. И теперь это одна из чтимых икон в Свято-Успенском монастыре Тульской епархии. Дело в том, что в стране нашей была в свое время такая политика, что часть деревень были объявлены неперспективными, часть деревень были перспективными, где оставались школы, где были больницы. И вот Себино попало в разряд неперспективных деревень. С каждым годом население там уменьшалось, уменьшалось, прихожан становилось все время все меньше и меньше. И вот пришел такой момент, что прихожан, которые посещали Себинский храм, ну, это было буквально 2-3 человека в праздничный воскресный день. Поэтому храм перестал охраняться. И вот было решено, чтобы эту икону перенесли к нам в Новомосковск, потому что здесь крупный промышленный центр, второй по величине город. И в то же время Себино не так уж от нас далеко. Благословение Блаженной Матушки Матроны не обошло страну и нашу съемочную группу. Чудесным образом, в тот самый день, когда мы приехали в Свято-Успенский мужской монастырь города Новомосковска, чтобы снять удивительную икону Божьей Матери в взыскании погибших, написанную по благословению самой Матушки Матроны, нас встретили здесь частички мощей Матушки Матроны, привезенные сюда всего на одну неделю для поклонения верующих. По заказу Матронушки была написана еще одна икона Божьей Матери взыскания погибших. Сегодня она хранится в Свято-Покровском монастыре столицы. Перед этим образом Матрона молилась долгие годы. Она повсюду возила его с собой и никогда с ним не расставалась. Позднее иконы в доме стали для Матронушки частичками храма, ходить в который она уже не могла. Врачуя чужие беды, Матронушка с величайшим смирением переносила свои. От рождения, не имея возможности видеть, в 17 лет она потеряла способность и ходить. У девушки отнялись ноги. Матронушка со смирением приняла и эту болезнь. Она говорила, что на то есть воля Божия и не противилась ей. А вот маму нынешней старости Себинского храма от такого же недуга Матушка исцелила. У нее ножки отнялись моей маме. Ей было 9 месяцев, но она уже ходила ножками. А Матрони не было. И вот Матрона приезжает в это время из Москвы в деревню. Ну бабушка, значит, мама моей маме услышала, что матушка приехала. Ну и пошла прям в дела на руки пошла. Но тут ее вроде бы не пускали. Подожди, это, матушка кто приехала, рано еще с ней разговаривать, пусть она отдохнет. Она пусть, пусть идет, 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 пусть сюда. Она, видишь, с тех пор мучается. А уж мама, она много, уж месяц-два она кричала. Так ножки у нее болели. Ну вот она взяла ее, читала, читала над нею. И она ее приносит домой. Она 4 часа вот спала без просыпания. А потом встала, а раньше были люлечки такие, не что качки, коляски там, а люльки были на веревочках. И она встает и хватает за люлечки, встала. Немножки уже не прошли. Вот чудеса это с мамой моей сделала. Со временем жители Себина и окрестных сел стали просить у Матроны не только излечения от болезней, но и советов и помощи в любой житейской нужде. Собираясь в дальнюю дорогу, приходили за напутствием, затеяв какое-либо дело, спешили в домик Никоновых, чтобы заранее узнать об исходе. Однажды прибежала к Матронушке мать ее односельчанки Евдокия. Приехал, говорит, свататься вдовец из соседнего села. Как быть? Отдавать дочку замуж? Сватовство это для Евдокии казалось было большой удачей. Ей было уже под 30, простая, неграмотная крестьянка, измотанная тяжелой работой, она имела мало шансов выйти замуж. Но Матрона вдовцу велела отказать. Сказала, что другой станет мужем Дуни, барин, молодой, красавец, вся губерния удивится. От такого предсказания в селе все ахнули. Сказали матери, ну, наверное, помрет твоя Дуня, вот и будет ей барин. Зинаида Владимировна и Сергей Владимирович дети той самой Евдокии и знатного московского дворянина Владимира Жданова. Как семейное предание рассказывают они теперь историю чудесного замужества своей матери. Мама поехала в Москву. Ходила, ходила, судя, целый день, и негде остановиться. Потом вспомнила, что ее сестра, тетя Варя, очень долго работала, вот у деда с бабушкой. Была любимая горничная. И она вспомнила, думая, ну, последняя, пойду туда. Евдокия устроилась кухаркой в дом московских дворян Ждановых. Их сын Владимир даже не заметил появления новой прислуги. Но с этого момента с ним стали происходить необычные вещи. У него было такое видение, голос. Он все изучал философии, всякие науки в то время и все. А тут голос прямо и говорит, что женись на Дуне, женись на Дуне, на Евдокии. И все. Он утром встал, думает, какая Евдокия, какая Дуня. Ну, бабки спрашивают, кто у нас прислуга, есть такая Евдокия? Она говорит, да, есть. А где она? Да, она говорит, черная кухарка на кухне. Этот брак был просто невозможен. И тем не менее, вскоре Владимиру было дано еще одно знамение. Однажды он поехал по лесной дороге и увидел бредущего старца, который взглянул на него и вдруг сказал, женись на Евдокии, и скрылся с глаз. Позднее, в одном из храмов, Владимир в удивление застыл перед иконой святого Серафима Саровского. Теперь он точно знал, кто был тот таинственный старец, встреченный им в Мордовском лесу. Дальше происходит, что ему надо ехать в Пермь, строить мост на практику. И он поехал. А бабушка говорит, надо дать ему прислугу. Он ехал на своей лошади с кучером. Надо дать ему прислугу, чтобы, говорит, ну, конечно, надо дать самую некрасивую дулю. Это безопасно. Снарядили эту дулю. В общем, вот так вот это получилось, что, в общем, я должна была родиться. И тогда, значит, папа, очень порядочный человек был, все, хотел маму обеспечить, дать ей, в общем, состояние и так далее. И все. Ну, какую-то расписку давал, все. Но потом понял, что это нечестно. Он венчался с мамой в деревне, так, рядом с Себином, Хаваньково. О той роли, которую сыграла в ее судьбе Матрона Никонова, Евдокия помнила всю свою жизнь. После переселения из Себина в Москву Матронушка одно время жила в старинном особняке на Арбате, принадлежавшем когда-то Ждановым. Раньше он стоял на месте вот этой многоэтажки. В особняке Евдокии с детьми новые власти оставили две комнаты. К тому моменту муж ее был в лагере и Матрона прожила у одной сельчанки несколько лет. Приехала Матронушка в столицу в середине 20-х, черные годы для верующих людей. Тогда уже вовсю воплощался в жизнь призыв Дзержинского. Наша ставка на коммунизм, а не на религию. Уже вышел указ об изъятии церковных ценностей, арестован патриарх Тихон, расстрелян тысячи священников и мирян. Все эти события Матрона предсказывала задолго до 17-го года. Она описывала, как будут грабить, разорять храмы и гнать всех подряд. Помещику их села советовала уехать жить за границу, заранее предвидя печальную судьбу его семьи. Она говорила, если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то погибает и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь, Господь вас не оставит и сохранит землю нашу. Во времена, когда исповедовать веру в Бога решались уже немногие, Матрона исповедовала. По-прежнему принимала у себя людей, лечила их молитвами и святой водой. Переезд в Москву из родного села, в котором прошли более 40 лет жизни, был для Матронушки тяжелым испытанием. Но она опасалась за судьбу матери и близких ей людей. Они могли пострадать из-за нее. В столице эта незрячая и немощная женщина скиталась по чужим квартирам, радуясь любому предоставленному ей добрыми людьми уголку. Где-то здесь, в Сокольниках, Матушка Матрона жила в маленьком фанерном домике. Условия в нем были настолько ужасные, что однажды, когда Матушка лежала на кровати, от сырости и холода ее волосы примерзли к стене. Но Матронушка никогда не роптала в любой приютивший ее дом, в любой уголок. Она всегда несла радость, спокойствие и душевное тепло. Очень скоро молва о Матушке разнеслась по столице. К ней так же, как и в Себино, пошли вереницы люди. В день она принимала до сорока человек и молилась о каждом приходящем. Читала Матушка Отче наш и другие известные всем православным христианам молитвы. И вскоре по чистой и искренней вере Матронушки Господь посылал облегчение скорбящим. А многие приходили к ней за советом или просто из желания пообщаться с этим светлым и добрым человеком. Я встретилась это в 10-летнем возрасте, когда я пришла вместе с мамой. Началась война. Ну, о чем она могла со мной разговаривать? Но она не оставила меня без внимания и стала говорить об учебе. Как мне в школе трудно ли, просто ли? Я по-детски ответила, диктанты трудные. Она говорит, ну скажи какое-нибудь слово, а мы посмотрим, как оно пишется. Я сказала ангелочек, потому что Матрону в ее окружении называли мамуси и ангелочком. И я вот это слово, которое было близко и понятно мне, я назвала ангелочек. Она улыбнувшись говорит ангелочек. Потом я поняла, что суффик действительно чек. А в то время мне было забавно еще как-то вот ее исправление. Ну, и она переходила к беседе с мамой. О чем беседовали? Было страшное время. Это начало войны. Это наступил, уже приближался октябрь месяц. Москва пустела. Через Москву проходили войны или эвакуация, эвакуация предприятий. Мы тоже собрались на эвакуацию в Тульскую область. Откуда она? И она сказала маме оставь пожалуйста и никуда ты не уезжай из Москвы. Здесь надо оставаться. Немцы в Москву не вошли. Если бы уехали, мы потеряли бы очень много, потому что мы попали бы в оккупацию. Мама человек больной, она бы не могла помочь десятилетнему ребенку. И мы бы гораздо больше потеряли бы здоровье, силы, а так прислушиваясь к ее совету, мы остались на месте. Да, тяжело, да, холодно, да, плохо, но лучше, чем на дорогах. Войну, как и революцию, Матрона предсказала заранее, так же, как и ее исход. Конечно, народу много погибнет, но наш, русский народ, победит. Уже вскоре, после начала массовой отправки на фронт, к ней часто стали приходить люди с одним лишь вопросом, жив ли? Кому-то матушка отвечала, не волнуйтесь, жив, кому-то сочувствовала, поминайте. Открыто принимая у себя многих посетителей, Матрона очень рисковала, ведь в Москве она жила без прописки и неоднократно могла быть арестована под этим предлогом, если бы не прозорливость матушки. Всегда накануне приезда милиции она спешно собиралась и переезжала на другую квартиру. Тот, кто хотя бы раз пообщался с матушкой, никогда бы не назвал ее колдунью или вещунью. От таких Матронушка сама предостерегала, в отличие от подавляющего большинства современных магов, экстрасенсов, академиков нетрадиционной медицины и прочих народных целителей, внушающих больным веру в свои сверхъестественные способности, Матушка Матрона всегда приводила людей к вере в Бога, говоря, что это не она посылает им помощь, а Господь. Она наставляла всех, с кем сводила ее жизнь в годы безбожия, быть твердыми в вере. Говорила, враг подступает, надо обязательно молиться. Внезапная смерть бывает, если жить без молитвы. Враг у нас на левом плече сидит, а на правом ангел, и у каждого своя книга. В одну записываются наши грехи, в другую добрые дела. Чаще креститесь. Крест такой же замок, как на двери. Наверное, немало найдется людей, которые в годы безбожия укрепились в вере или даже пришли к ней благодаря Матушке Матроне. Входит женщина в военной походке, коричневое, такое кожаное на ней пальто. Такая она, ну, твердой поступью такой, лицо резкое такое, ну, как вам сказать, ну, военизированное. И просит Матушка Матрона, как раз называть Матрона, Матушка Матрона. Мне идти больше некуда. Я, все уже прошла, у меня такое большое горе. Единственный сын, муж погиб на фронте. Я на фронте, она комиссар была, я на фронте. А сын, ну, там, с кем-то был, все. И когда вот мне уже возвращаться, он попал в сумасшедший дом. Сказали, это процесс необратимый, и, в общем, что у него помешательство, все. Ну, а Матушка выслушала, она так стоит, она говорит, а ты в Бога поверишь, если я тебе помогу? Она говорит, а я не знаю, как верить. Какой Бог? Я не знаю. Матушка говорит, ну, я же тебя спрашиваю, если твой сын будет здоровый, ты поверишь в Бога, что есть сила, которая выше нас. Это сила, которая вот на небо. Подними глаза, объясняют, звезды, луна, солнце, все создано, все творчество, это творческая сила. И говорит, ты можешь понять, что это жизнь кругом, и что там кто-то этим управляет, объясняет ей. Ну, в общем, потом говорит, ну, хорошо, я тебе помогу, но ты не забудь это. И сын твой не должен об этом забыть. Ну, она говорит, ну, как, батушка? Она говорит, ну, вот сейчас я тебе дам воду. И говорит, пойдите, принесите воды из крана на кухню. Значит, эта хожалка побежала, принесла воду, налили пузыречек этой воды, матушка перекрестила, помолилась, и говорит, положи в карман и неси. Придешь в Ганнушкину тогда был, в Ганнушкину больницу, договорись с санитарами, доплатим, чтобы они вывели его, потому что он, говорит, будет сопротивляться. А ты будешь, войдешь с другой стороны, где посетители, и, говорит, постарайся брызнуть этой водой в глаза, и чтобы попало в рот. Если это сделаешь, то сын будет твой здоров. Ну, в общем, и на этом кончилось все. Она уехала. Проходит сколько-то времени, и она опять приходит и уже прямо бросается к матушке и говорит, матушка, научи, научи меня верить, я тебе расскажу, что было. Я, говорит, приехала и забыла, что в кармане вода, а его выводит, он, говорит, весь прямо руками, ногами сопротивляется, санитар, двое сильных выводит и кричит, мама, что у тебя в кармане, выбрось сейчас же, выбрось это, ты меня казнишь, ты мне делаешь боль, не смей этого делать, весь в пене. Она, говорит, я достала этот пузыречек, говорит, и как, говорит, просто сама, не знаю, попросила, говорю, просто, матрена, матрена, и, говорит, брызнула этим пузырьком ему в глаза, он, говорит, вздрогнул, я, говорит, в рот попала, и, говорит, он вдруг остановился и открыл глаза, и, говорит, совершенно нормальный, и все благодарила, в общем, ручки целовала матушке, ну, и матушка ее благословила, дала ей наставления, в общем, какие, а потом, может быть, меня и не, может быть, она еще приходила. Нередко приходящие к матушке люди удивлялись, как она от рождения слепая имеет такое правильное и естественное представление об окружающем мире. На это матушка отвечала, что однажды Господь открыл ей глаза и показал свое творение. Увидела она всю красоту земную, и солнышко, и звезды на небе, и горы, и реки, и травку, и цветы, и птичек. Еще в юности матрена довелось попутешествовать по России. Дочь Себинского помещика брала ее с собой в свои паломнические поездки в Троице Сергиеву Лавру, Киев, Петербург. Была у матронушки и весьма необычная встреча со святым Иоанном Кронштадтским. Очевидцы утверждают, что увидев ее, он попросил народ расступиться и сказал, «Матронушка, иди, иди ко мне, вот идет моя смена, восьмой столб России». Несмотря на тяжелые недуги, матронушка имела необыкновенную внутреннюю духовную силу, которую она делилась с окружающими людьми. Общаясь с ней, они нередко забывали, что перед ними не зрячий, а бездвиженный человек. Мы никогда не чувствовали даже, что она калекой, что она без ног сидит, бедная на кулачке спит, мучается в этом футляре в своем теле болезненном. Я этого ничего не видела. Я иногда присутствовала, когда она людей выслушала, как она встречала, как она поднималась с кулачка, если кто-то уже приходил. И напряженно садилась на кроватке, а руки вот так, и наклонялась немножко вперед в ожидании и двумя руками. И я даже не видела, что у нее нет глаз. Она напряженно ждала, человек приходил, становился на колени, и тогда она двумя руками брала за голову человека и одной рукой придерживала, а другой крестила. В военные и послевоенные годы жить в Толице было особенно тяжело. Матронушка не имела возможности зарабатывать на жизнь, но денег с посетителей никогда не брала и всегда помогала бесплатно. Быт ее в основном складывался из молитвы. Молитву, которую она творила и днем, и ночью, и очень кратковременного сна. Ее питание было очень скудным. Она даже то, что приносили ей люди, которые много к ней приходило, и в дни военного времени голодно было людям, она все равно просила раздать тем, которые нуждались больше. Там, где были дети. И себе оставляла оставляла буквально крохи. И то от этого она отказывалась. Приходящие за помощью к Матушке Матроне люди просили об облегчении своих бед и болезней, даже не предполагая, что сама она уже смертельно больна. Матронушка принимала страждущих почти до самой своей кончины. Последние дни своей земной жизни Матушка Матрона провела здесь, на подмосковной станции Сходня, где был дом у ее дальней родственницы. Уже будучи очень тяжело больной, она продолжала принимать посетителей. О своей кончине Матушка сообщила за три дня. Сюда, на Сходню, к Матушке Матроне приехал священник-отец Дмитрий, который ее всегда исповедовал и причащал. Матушка очень волновалась, а так ли сложила ручки, и искренне созналась, что боится смерти так же, как и все. Матушка Матрона ушла из земной жизни 2 мая 1952 года. Передо мной вот последние снимки Матроны. Это уже она лежит на столе. Пребывание мамы около нее, в доме в этом, явствует, что она делает запись на эти фотографии. Не только упоминает дату, но время, что это 10 часов 25 минут. это на обеих фотографиях, что этот день была пятница, и похороны состоялись 5 мая. Ее отпели в церкви резоположения на Донской улице. Затем траурная процессия двинулась на Даниловское кладбище. Матушка Матрона хотела быть похоронена именно здесь, чтобы слышать службу из стоящего рядом действующего храма. В тот день о Матронушке скорбили и односельчане, знавшие ее с детства, и люди, видевшие ее всего лишь несколько или даже один раз в жизни. Приехали и монахи и строятся Сергиевой Лавры. В этом монастыре Матушку хорошо знали и почитали как праведницу. О том, что будет после ее смерти, Матронушка пророчествовала. На могилку мою мало будет ходить людей, только близкие, а когда и они умрут, запустеет моя могилка, разве изредка кто придет. Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться о них как Господу Богу. И всем я буду помогать и всех услышу. Пророчества блаженной старицы сбылись. Почитание Матроны год от года возрастало, и даже маловерующие люди стали приезжать на ее могилку, поклониться матушке и взять песочек на исцеление. При жизни люди люди к ней шли, ну и по смерти брали песочек, молились на этой могиле и получали помощь. Всегда было много народа, приезжали священники, монахи, служили там панихиды и вот таким образом тогда еще не прославленные обращались за помощью. Потом, когда были обретены мощи ее, то это почитание возросло еще больше, конечно. Многие люди, приводя свидетельства чудес, произошедших с ними после молитвы к Матроне, стали просить о причислении Матушки к лику святых. По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексея II была создана специальная комиссия по вскрытию захоронения Матроны Никоновой. Как представители церкви в нее вошли архиепископ Истринский Арсений, епископ Орехово-Зуевский Алексий, наместник Свято-Данилово монастыря Архимандрит Алексий с братьей и протеерей Александр Абрамов. 8 марта 1998 года на могиле Матушки была отслужена панихида и в тот же день были обретены ее честные останки. Вы знаете, какими-то совершенно неведомыми путями, так мы и докладывали Святейшему Патриарху и Синоду в рапорте, народ узнал об этом событии и стал стекаться на Даниловское кладбище. Хотя у нас была договоренность с руководством кладбища, что мы закроем его в 5 часов вечера с тем, что уже к 7 часам оно было свободное, все, кто последние посетители, могли уйти. но какими неведомыми путями через закрытые ворота, наверное, через стены, через ограды, не знаю, бог весть, народ православный стал проникать на кладбище и довольно большое число людей столпилось, скопилось, не знаю, как здесь правильнее больше сказать, удобнее было бы, вокруг могилы блаженной старицы Матроны Дмитриевны. Я помню, был мокрый снег, слякоть, довольно прохладно было, холодно, ветер какой-то был, и вот, несмотря на все это, вот все это число людей не просто стояло сторонними наблюдателями, но, вы знаете, на протяжении, наверное, около 5-6 часов все эти люди стояли и молились. Трисвятое пение, святые Божии, святые крепкие, святые Бессмертные, ни на минуту не смолкало около часовни рядом с могилой Блаженной. Я сразу же почувствовал, что мы обрели останки или, правильнее уже теперь надо сказать, мощи святого человека. Какая-то необычайная обстановка царила на этом кладбище. Вот это не было собрание просто людей, которые любили этого человека. Нет. Это было, я не знаю, это было какое-то молитвенное, духовное, восторженное единение. если вы помните из жития Блаженной Матроны, то она говорила тем чадам своим, которые приходили к ней, что вы держитесь за мою пяточку, и я выведу вас за собой к Богу, и смогу ходатайствовать за вас пред Господом и Царицей Небесной. И вы знаете, насколько было удивление всех нас, членов комиссии, когда вот именно эта пяточка полностью, совершенно нетленная, совершенно целенькая, сохранилась с того момента, как Блаженную Старицу Матрону в 52-м году похоронили. И вы знаете, все мы, все члены комиссии, все те, кто присутствовал тогда в этом храме, я впоследствии еще неоднократно с каким-то вот молитвенным стрепетом, во-первых, а потом и с восторгом, наверное, действительно брался за эту пяточку, прося Блаженную Старицу Матрону, чтобы она ходатайствовала пред Богом, чтобы Господь и мои грехи не помянул, а ради ее святых молитв сподобил и меня грешного тоже быть там, где и сейчас, где мы верим и просто уверенно находится Блаженная Старица Матрона. Теперь в храме Мартина Исповедника, настоятелем которого служит отец Александр, как особая святыня хранятся частички мощей и погребальная срачица Матушки Матроны. Сейчас после работы реставраторов уже трудно поверить, что именно в этом платье она была похоронена в 52-м году. Святая Блаженная Старица Матрона, моли Бога о нас. Когда платье находилось уже в нашем отдельном реставрации, мы все, буквально все, кто находил и подходил близко, ощущали какое-то такое почти неосязаемое тепло, которое, конечно, невозможно поверить, измерить термометр, ровно вот можно почувствовать, я не знаю, душой, по-видимому. И тогда мы все поняли, что Матушка Матрона действительно, наша Матронушка действительно святая. Хотя, в общем, и до этого не было сомнений. 13 марта 98-го года комиссия по вскрытию захоронения Матушки Матроны завершила свою работу. И вскоре сестры Святопокровского монастыря получили радостное известие о том, что честные останки старицы будут перенесены с Данилова в 20-х лет монахини постоянно приезжали на могилку Матроны Никоновой, молились о упокоении ее души, кормили приходящих туда людей. Они просили о том, чтобы Матронушка была перезахоронена в этих стенах. И вот 1 мая того же 98-го года раку с мощами поместили здесь, в Покровском соборе монастыря. В этот день все колокола обители звонили. И хотя о событии нигде не объявлялось заранее, в монастырь, как и на Даниловское кладбище, в день обретения мощей вдруг стеклись сотни людей. Наверное, это было одним из тех чудес, которые всегда совершает Матушка. У меня очень болел сын, был военный и получил инвалидность. Я очень просила, чтобы помогла мне Матушка Матрена. Он был на том свете 21 сутки, не дышал, не пил, не ел. И я просила и Царицу Небесную, и Блаженную Матушку Матрёну, и помоги, и не сбирай мне его. Надежд не было никаких на жизнь. Доктор говорил, он лежал в реанимации, нас не допускали, говорил, что не знаем, не знаем. Только на 21-й день бизинчиком пошевелил. И мне помогла Блаженная Матушка Матрёна. Я вот хожу и своих племянников отвожу по возможности, верю в это, и детям рассказываю, и внучке рассказываю, что нужно припегать к помощи Матушке Матрону. Незадолго до смерти она сказала, «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать и помогать вам». Матронушка обещала и помогает. Сегодня, как и в былые времена, она через свои чудеса укрепляет в вере и приводит к вере тех, кто делает пока лишь первые шаги к Богу. Я как-то вот спросила мужчину, тоже приехала, такой букет цветов принес, иногда просто люди сам привлекают, чтобы спросить, что вот их так вот приводит-то. Он говорит, ну как не приходить, Матронушка, когда я уже прихожу, пятый раз, я просто благодарю. Я один раз приходил, попросил, я уже четвертый раз прихожу просто благодарить, он говорит. Один раз она мне помогла, когда мы, Она говорит, машину свою не мог никак продать. Я уже ей столько лет было. А моя тетка, говорит, она очень верующая, почитает Блаженную Матрону. Она мне говорит, сходи, Блаженную Матрону, попроси мы. А он говорит, да что мне Блаженную Матрону, я сейчас газету отдам, напечатать туда-сюда. И вот он напечатал газету. Он говорит, целый год у меня газеты, рекламу давал. И ничего. Потом, говорит, сам решила, тетка, иди все-таки сходи, Блаженную Матрону. И вот он сходил, приложился к Блажену Матрону. Приезжает вечером домой только. Три звонка, все хотят купить машину. И он уже, он говорит, ну я не представляю, как вот так вот. Она вот сама вот как-то вот приводит нас, говорит, чтобы мы почитали православную веру и как-то в храм ходили. На праздничном богослужении 2 мая 1999 года молитва об упокоении рабы Божией Матроны возносилась с особым чувством. В тот день о ней молились святейший патриарх, архипастыри русской православной церкви, священнослужители Покровского монастыря, сестры обители и сотни верующих, заполнивших храм и монастырский двор. Они молились об упокоении Матронушки в последний раз. В этот день она была причислена к лику святых. Сразу же после литургии на молебне возле раки с мощами святой Матроны хор впервые пропел. Святая, праведная, блаженная Матрона, моли Бога о нас. Святая, праведная, блаженная Матроны хор впервые пропел. Святая, праведная, блаженная Матроны хор впервые пропел. Святая, праведная, блаженная Матроны хор впервые пропел.